друзья приветствуем сам реклубе портала обучения и саморазвития сегодня мы кратко поговорим о всей современной научной астрологии искусствах предсказания и вообще хотя бы теоретической возможности прогнозировать будущие события жизни отдельных людей общества и даже всей планеты могут ли астрологические события и разные расположения планет хотя бы в теории влиять на нашу жизнь судьбу и даже на наши личные и любовные взаимоотношения или все это большой миф который тянется еще с незапамятных времен ведь действительно людям во все времена хотелось знать свое будущее в идеале еще и уметь предсказывать несчастные моменты чтобы уметь их избегать но и конечно иметь возможность например с первого раза найти хорошую работу или подходящего человека для личных отношений они экспериментировать огромное количество раз постоянно набивая лишние шишки и пусть сегодня в астрологию верит меньшинство людей но когда в их жизни происходит действительно что-то необъяснимое или обычные ситуации повторяются снова и снова как заговоренные именно в этот момент даже не верящие в искусство предсказания и астрологию люди начинают гадать на чем-нибудь искать у себя какие-то психологические проблемы или того стране обращаться к разного рода магом и целителем или даже винить какие-то мифические порчи и вот тут возникает вопрос почему мы так поступаем ведь якобы в наш век прогресса давно научно доказано что астрология не наука и даже не искусство а скорее устаревшие суеверия хотя автоматически возникает другой вопрос почему иногда таки возникают необычные и порой совсем необъяснимые взаимоотношения между людьми причем необъяснимые ни с точки зрения психологии ни с точки зрения современной науки почему иногда люди которым казалось бы суждено быть вместе неожиданно расстаются да еще и с большими скандалами а иногда и драками негативом вплоть до уголовных преступлений по статистике более 70 процентов разводящихся пар считает что не сошлись характерами и не могут больше терпеть друг друга хотя буквально пару недель назад когда их взаимные чувства были сильнее они не замечали даже малейшего дискомфорта сами подумайте если бы мы были просто двумя наборами хромосомы и химических элементов из таблицы менделеева тогда откуда появляются какие-то непонятные моменты вызывающие взаимное притяжение любовь или наоборот малообъяснимые отталкивающие чувства безразличия и даже агрессивные взаимные конфликты вот собственно чтобы объяснить подобный парадокс когда-то очень давно и была придумана такая сфера деятельности как астрология с помощью которой и удалось объяснить некоторые ранее никак по-другому необъяснимые моменты человеческих взаимоотношений ну а далее люди занимающиеся изучением астрологии пришли к выводу что благодаря более глубокому астрологическому знанию теории можно получить ответы и практически на все другие интересующие вопросы от списка неурожайных годов которым лучше быть готовым заранее вплоть до предсказания дат мировых войн финансовых кризисов и природных катаклизмов многие сегодня утверждают что обладая даже базовым понятием астрологии можно понять и объяснить почему иногда сходятся два вроде бы внешне бесконфликтных человека которые никогда до этого ни с кем не имели больших разногласий но почему-то вдруг именно находясь вместе они начинают ссориться ругаться а иногда и просто чешутся руки максимально доходчиво объяснить свою позицию один другому но или хотя бы немного поорать и побить посуду почему так происходит что может влиять на этих двух людей почему со всеми другими людьми они ведут себя нормально но когда встречаются вместе образуется прямо взрывная гремучая смесь астрология по этому поводу говорит совершенно конкретно что якобы существует некая непреодолимая для обычного человека сила которая влияет на поведение людей и даже на животных и вообще на все жидкости и даже твердые тела находящиеся на земле да естественно мы наученные горьким опытом общения с различного рода шарлатанами и гадалками практически все сразу начинаем кричать что любые предсказания и астрология это не точная наука да и вообще не наука никакая а средневековые забабоны ересь и суеверия но давайте остановимся на секунду и перестанем делать еще одни необоснованные выводы да естественно астрология в том виде в котором она существует сегодня особенно учитывая более чем скромные знания большинства современных астрологов скорее всего на практике не принесет вам никакой пользы но ведь при всех этих минусах астрологии как современной науки на сегодня все же абсолютно точно и научно доказано что именно сила притяжения луны влияет на все приливы и отливы на планете земля также абсолютно точно доказано и не подлежит сомнению что различного рода вспышки или повышенная солнечная активность также сильно может влиять на самочувствие людей а в некоторых случаях даже на работоспособность электроники давно официально признана государством и медициной и даже не секрет что сейчас во многих печатных изданиях и в интернете наряду с прогнозом погоды выходят примерные прогнозы и солнечные активности чтобы особенно пожилые люди могли хоть как-то подготовиться и например запастись лекарствами на этот день хотя влияние солнечной активности чувствуют на себе даже молодые люди а скорее всего даже вообще все просто они все это замечают да и вообще знают об этом и кстати как раз возможно именно потому что с детства боятся и не доверяют некой мифической астрологии но опять же на сегодня известно что солнечная активность и расположение других планет так или иначе влияет на наше состояние и настроение более того у девушек например мы можем заметить что их месячные менструальные циклы совпадают именно с периодом вращения луны они с календарным месяцем как думают многие и тогда возникает логичный вопрос если луна никак не влияет на человека почему тогда человеческий организм в точности идеально подстроился именно под этот цикл при том это же касается не одной девушки на земле а вообще всех ладно в мире на самом деле есть еще много различных загадок связанных с астрологией например ученые и современная статистика также утверждают что месяц или хотя бы время года в которой родился человек однозначно влияет на его рост и тем более некоторые специфические болезни которыми болеют люди родившиеся в разные сезоны например люди родившиеся зимой или ранней весной по статистике примерно на 10 процентов чаще болеют нервными расстройствами и даже шизофрении и тут абсолютно нет никакой магии просто обычная статистика которую в принципе тоже можно объяснить различными природными факторами и климатом например женщины зимой получают меньше витаминов из еды так как свежие фрукты практически не растут в это время но и конечно они реже выходят на свежий воздух а в результате чего у детей могут быть более хрупкие кости и другие малозаметные нарушения которые со временем могут таки сказаться на здоровье характере и даже телосложении взрослого человека более того той же статистикой доказано что люди родившиеся зимой при этом живут в среднем немного дольше чем другие среди них больше долгожителей а родившиеся весной обычно немного выше сверстников хотя при этом и чаще могут болеть аллергиями или даже астмой вот так знание даже банальных природных процессов уже сильно может повлиять на человека действительно выходит так что даже рост человека хотя немного но все-таки зависит в процентном соотношении от времени года в которое он родился ну а ранее как известно мудрецы востока вообще всегда планировали строго по астрономическим датам особенно зачатие императоров и великих мудрецов но и кстати ведь по легенде даже рождение самого иисуса христа предсказали именно астрологи причем с очень большой и даже невероятной точностью нравится видео идея канала и количество полезной информации секунду ставь лайк подписку и колокольчик и поехали дальше нужна ли это более сложная астрологическая наука всему миру в том виде в котором она существует сегодня вопрос конечно более чем спорный но надеюсь никто не станет спорить с тем фактом что все же время рождения и некое астрологическое расположение планет все же так или иначе влияют на характер человека пусть и не всегда это влияние совпадает с астрологическими книгами но такое влияние и тенденция явно прослеживается думаю всем уже ясно даже из имеющейся научной статистики что люди родившиеся под зодиакальным знаком близнецов действительно обычно более коммуникабельны и чаще работают на телевидении чем представители других так называемых знаков зодиака но среди руководителей мы чаще других можем найти активного человека льва или как противоположность среди серийных маньяков посмотрев криминальные сводки мы чаще увидим внешне тихих дев и уж точно никто не будет спорить что компаньон по бизнесу родившийся под знаком весов всегда будет сомневаться чаще и дольше чем другие а сов нам договориться будет вообще практически нереально так как он как говорят в народе упрется рогами и таки чаще всего будет до последнего настаивать на своем решении абсолютно отвергая даже логичные доводы оппонента в общем на сегодня это скорее факт но вот какова природа этих закономерностей сказать тяжело ведь иногда некоторые люди действительно необъяснимым образом просто в точности реагируют и ведут себя так как написано в книгах по астрологии но вот другие наоборот кажется практически полностью не соответствуют знаниям из астрологических книг естественно даже на все эти и более сложные вопросы современная научная астрология имеет свой ответ либо она так думает но однозначно совершенствоваться в этом виде полуэзотерическую и полунаучного знания им придется еще очень долго и на сегодняшний день большинство знаменитых астрологов действительно обладают слишком ограниченными знаниями в этом вопросе иначе они бы давно уже изменили этот мир в лучшую сторону но давайте будем честными ведь также достоверно известно что когда-то египтяне могли предсказать солнечные и лунные затмения на года вперед даже не имея телескопов и во многом на этом держали свою власть также индейцы майя составляли свои довольно точные календари на сотни лет вперед сидя глубоко в джунглях да и моряки часто преодолевали тысячи миль по воде месяцами находясь в море и ориентируясь исключительно по звездам и это не говоря уже о других еще более удивительных случаях происходивших не раз в истории астрологии о некоторых подобных случаях кстати уже почти по-настоящему научного применения астрологии мы уже рассказывали в материале о науке астрологии и магии но все же это старые и уже в настоящее время почти потерянная астрология ее не доказаны эффективностью а вот новая современная можно сказать научная астрологическая наука ее супер эффективными компьютерами искусственным интеллектом и огромными базами статистических данных только лишь создается различными энтузиастами и современными исследователями и именно поэтому да на сегодня астрология приносит не так много пользы и считается шарлатанством но это не из-за того что она не работоспособна а скорее из-за того что знания старой школы астрологии утеряны или слишком сложны для современного человека а современная астрология и статистическая наука пока еще не самые точные виды наук из существующих и пока они еще не позволяют создать искусство предсказания на основе реальной статистики которая бы объяснила и предсказала наперед все основные происходящие в мире процессы но прогресс идет и мы видим что сегодня очень много подвижек в эту сторону в том числе из-за совершенствования компьютерной техники и уже сегодня ученые могут предсказывать с большой вероятностью не только погоду но и даже процентную вероятность поведения демонстрантов при очередных народных волнениях что нередко в последнее время используют спецслужбы передовых стран мира да и вообще прогрессивные и мудрые люди часто используют даже малейшее возможное преимущество пусть она даже еще не совсем доработано до идеала а современная научная астрология искусство предсказания статистика компьютерное моделирование и подобные отрасли даже в сегодняшнем состоянии это преимущество вполне могут обеспечить тем более на сегодняшний день научная современная астрология как таковая уже строится не на мифических символах и неразборчивых заклинаниях великих магов и астрологов а скорее на статистических закономерностях и зависимости человеческого поведения относительно определенных периодов времени и соответствующих им определенных расположений планет а также нередко используются различные закономерности хронологических дат в истории даже без привязки конкретным людям ну а как эти данные и закономерности можно использовать это уже другой вопрос но если научиться их использовать грамотно и в своих целях то даже на сегодняшний день можно получить очень интересную полезную а самое главное рабочую информацию поэтому о вариантах практического использования новой современной статистической астрологии смотрите в следующих наших рассказах и видео например а наконец научной совместимости знаков зодиака и так называемых любовных гороскопах которые действительно нередко работают все важнейшие ссылки будут как всегда в первом комментарии на youtube там же пишите вопросы дополнения и что хотите увидеть в следующий раз мы отвечаем каждому а также смотрите плейлист на данную тему на youtube и супер краткие минутные выводы из видео в телеграм тик ток инстаграм каналах или детальнее в печатной версии на сайте но на этом еще не конец большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на наш самаре клуб экспресс обучение саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее а главное экономить сотни даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами также не стесняйся пиши свое мнение и вопросы по теме давай обсудим их со зрителями и профессионалами ведь мы читаем все комментарии поддерживай нас развивайся вместе с нами ну и конечно заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти многие материалы в печатном виде но сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видео канала и по ссылкам в описании всем добра